Приветствую вас, ну смотрите, ваше раздражение, давайте будем честны, да, ваше раздражение, оно не связано с ребенком. Ваше раздражение связано с чем-то вашим, ваше раздражение является следствием ваших чувств, ваших конфликтов, ваших противоречий. И, соответственно, ребенок, да, он выступает, он выступает катализатором этого, безусловно, он выступает катализатором. Но катализаторство, катализаторство еще не означает того факта, что он за это ответственен. То есть, вот, именно ребенок, да, ответственен за то, что происходит. А вы видите ребенка, вы видите то, как он себя ведет. И вас это раздражает. Вас раздражает его свобода, вас раздражает его спонтанность, вас раздражает его модель, модель поведения определенного. Да, вас это раздражает. Ну, как я думаю. Вот как я думаю, вас раздражает именно это. Кто, как, ребенок, вообще-то говоря, себя ведет. И, соответственно, соответственно, нужно посмотреть на то, а почему, вот просто почему вы, Вы раздражаетесь. То есть, что происходит с вашими людьми? Вы считаете, что ребенок не должен так себя вести. Например. Почему? Вас это вызывает чувства? Хорошо. Какие? Вот какие вас это вызывает чувства? Что это за чувство? Раздражение это все-таки такая достаточно, ну, беспредметная история. Да? Какие чувства вызывает вас это? Вы злитесь. Злитесь на что? Да? То есть, вот нужно, как бы, как сказать, нужно увидеть более предметно, на что нацелены ваши ощущения. Знаете? Вы злитесь, у него начинается истерика. Вот именно ваши отношения с ребенком в таком ключе, они, конечно, создают порочный круг получения внимания для ребенка. То есть, ребенок так, вот, ребенок таким образом для себя получает внимание от вас. Да? То есть, он специально, например, вас раздражает, чтобы вы злились, таким образом он получает внимание. Когда все хорошо, ну, есть, по-видимому, у ребенка, опять же, есть, по-видимому, ощущение, что, когда все нормально, то, ну, он не так уж сильно вам и нужен. Вот. Я понимаю, что вы его любите, я понимаю, что вы хотите для него столько лучшего и так далее. Я это, я это все, я это все понимаю прекрасно. Вот. Но, ситуация другой, да, другой ситуации от этого не становится. Вот. от этого не становится. Поэтому это вопрос того, о чем о чем именно вам ребенок напоминает своей вот своим таким если угодно поведением. Да? И очень важно этот момент понять и когда вы поймете очень важно его реализовать понимаете? То есть очень важно реализовать то, что вы хотите очень важно реализовать то, что вам не хватает очень важно это сделать и если вы это сделаете то проблема скорее всего уйдет потому что ей будет не на чем базироваться а ей будет не на что опираться вот это первое то есть ребенок отражает, как я думаю вашу потребность в свободе вот ну я так я так предполагаю я так предполагаю я конечно конечно не могу быть в этом до конца уверенным вот но думает 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 не что так вот то есть это именно история о том, что ребенок реализовывает сейчас ребенок реализовывает то, что вам ну ну всегда например хотел 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 допустим 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 вот только вы себе это запрещаете а ребенок он пока еще нет но это это не означает знаете ли что он а ну что он перестанет это делать да это не означает что он всегда будет так делать вот знаете знаете какая штука да здесь вот примерно такая история это работа в первую очередь это работа именно вот с вашими чувствами это работа в первую очередь с вашими эмоциями вот работа в первую очередь тем как вы относитесь к своему ребенку, насколько вы вообще свободны, насколько вы счастливы в том же своем браке, вот, и насколько отец, например, принимает участие в воспитании, уходом за ребенком, вот, так это все очень важные моменты, на которые вам крайне желательно обратить свое пристальное внимание. Вот. Дальше, поскольку это сын, то сыну нужно взаимодействовать с папой, сыну нужно взаимодействовать с отцом, а на, ну, если не постоянной, то более плотной основе это точно, и это приводит нас к вопросу, а это приводит нас к вопросу о том, как много пап в отношениях, в отношениях с ребенком, вот. А пока с ребенком, то он проверяет, что ему можно, он, в общем-то, высказывает лишь подкрепление тем вещам, которые приносят ему что-то, а придают ему что-то. Вот, собственно, и все, что делает ребенок. Ну, я думаю, вы и сами это понимаете неплохо. Вот. Вот так вот можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и если понравился мой ответ, то буду вам благодарен, если вы сделаете его лучшим, потому что это помогает моему продвижению по сайту. Вот. Я бы рекомендовал вам несколько книг, вдобавок ко всему вышесказанному мною. Первая книга будет называться «Фатрик Перлс. Практику по гисталтерапии для работы с эмоциями». Вторая книга будет называться «Таус Сент Барьеры». Эта книга про личные границы и размещение ответственности очень полезна для вас. С учетом того, как ведется ваш ребенок и вы с ним. И эта книга Юрия Борисовна Гиппенрейтера «Общаться с ребенком как». Вот. Эти книги обязательны для прочтения вам, ну, обязательны для вашего прочтения. Вот. Они вам помогут получить, по крайней мере, некие базовые вещи, которые потом вы сможете естественным образом развить при работе со специалистом, при работе с психологом, например. Вот. Но, опять же, здесь все зависит исключительно только от вас. Вот. На этом все. Я еще раз желаю вам всего доброго. Удачи. Надеюсь, что все у вас будет хорошо.